Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалтирии. И сегодня мы будем читать 46-й псалом. Это небольшой псалом, он состоит из 10 стихов. Главная тема, которая затрагивается в этом псалме Все народы должны благоговеть перед Богом, который обнаружил свою силу попранием врагов Иакова, которого он, Господь, возлюбил. Об этом говорится со 2 по 5 стих. Господь при трубных звуках вошел на Сион, воспевайте его, царя всей земли. Об этом говорится 6 по 8 стих. Победой над князьями языческих народов Господь показал, что он превознесен над ними и над всем своим творением. Об этом говорится с 9 по 10 стих. И надписание этого псалма, 46-го псалма, на греческом, то есть по тексту Септуагенты, в конец, через сынов Кореевых, псалом. Ну, если это по Септуагенте, так же дается и по-славянски. А в еврейской традиции просто говорится управителю для сынов Караха псалом. И сам текст псалма «Все народы, восплещите руками, воскликните Богу глазом радости». И как бы дается дальше объяснение, почему народы должны так поступить. «Ибо Господь Вышний страшен, Царь Великий на всей земле, Он покорил нам народы и племена под ноги наши». Вот здесь, конечно, очень многое непонятно, если смотреть на этот текст с точки зрения ветхозаветных людей, то есть иудеев. «Все народы, восплещите руками, ибо Господь покорил народы». То есть для них было бы понятнее, если было бы сказано, вот народ Божий, то есть один народ, «Восплещите руками, ибо Господь одержал победу над многими другими народами». Но этого здесь нет. И даже вот прочтение по Масори. «Все народы, множественное число, рукоплещите, восклицайте Богу глазом ликующим, ибо Господь Всевышний грозен Царь Великий над всей землею, Он приведет народы к покорности нам и нации к нашим ногам». С точки зрения еврейского видения этого текста, он непонятен. А вот с точки зрения христианской, когда Господь сказал, «Идите, проповедуйте Евангелие всем народам, всем племенам», и Церковь, она составилась из этих разных народов, но все эти народы, они христианские народы. Тогда понятно, что имеется в виду целая группа народов, это те, которые вошли в Церковь, и они одержат победу с помощью Божией над народами, которые будут противостоять Церкви. Тогда здесь есть некая логика. И для евреев это всегда был такой сложный момент. И они обходили этот момент как? Они говорили, а народы – это имеется в виду колено Израилевое. Колено Израилевое. Ну, колено Израилевое – это один народ, это еврейский народ. Поэтому в таком их прочтении существует такая подтасовочка. И когда говорится, что в семени Авраамовом, то есть во Христе благословение всем народам, они тоже это понимают, что народы – это вот колено Израилевое. Но это явная такая подтасовка. То есть этот текст имеет только христианское прочтение. «Все народы», то есть христианские народы, потому что если взять иудаизм, там один народ, «все народы, восплещите руками, воскликните Богу глазом радости, ибо Господь Вышний страшен». А что же нам радоваться, если он страшен? Так он страшен не для нас, он страшен для наших врагов. «Царь великий на всей земле, он покорил нам народы и племена под ноги наши». А что значит он покорил нам народы? Это значит, что Господь обратил их в веру истинную, эти народы. Или эти народы, они просто пропали. Многие народы, которые были в древности, они сейчас уже не существуют, а народ Божий в формате даже ветхозаветного народа продолжает свое существование, и тем более в формате новозаветного народа церкви, который состоит из многих племен, народов и языков. «Избрал нам наследие свое красу Якова, которую возлюбил». То есть, о чем здесь говорится, речь идет о Святой Земле. «Избрал нам наследие свое красу Якова, которую возлюбил. То есть, Палестину, обетованную землю, выбрал из всех стран Земли красу Вселенной и дал ее народу». А Феодорит пишет, «А христианам дал в наследие красу Якова». То есть, народу еврейскому дал эту землю. А Феодорит Кирский пишет, «А христианам дал в наследие красу Якова». То есть, лучших и достойнейших сынов еврейского народа, украшенных верою. То есть, краса Якова – это лучшие представители еврейского народа, которые приняли Христа. А что такое краса Якова? Это Дева Мария. Это 12 апостолов. Это некоторые апостолы из числа 70. Это первые христиане. И это сам Христос, который по плоти происходит от Якова и составляет главную красоту племени Якова. Потому что по плоти он называется сын Давидов и сын Авраамов. Велик Господь в своей красоте избрал нам наследие свое, красу Якова, которую возлюбил. Вослюбил. То есть, имеется в виду и земля, и люди. Вошел Бог при восклицании, Господь при звуке трубном. Восклицание, имеется в виду восклицание ангелов, и звук трубный – это когда Господь давал свой закон на Синае. и далее говорится «Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Царь всей земли Бог, пойте разумно». Что значит «пойте разумно»? То есть, с неким рассуждением. Не бездумно проставляйте Бога, а с рассуждением, как апостол Павел пишет, что в церкви лучше пять слов сказать на понятном языке, чем тьму слов на непонятном. Поэтому более правильное песнопение – это непоспешное песнопение. Оно может быть в некотором смысле эмоционально, с восклицаниями, с восклицаниями, но при этом оно должно быть разумно. Пойте разумно. О чем же эта песня, которая поется самым разумным образом? Это свидетельство о том, это девятый стих, что «воцарился Бог над народами, Бог сидит на престоле своем святом». То есть Господь, превознесенный над всем творением, Он явится во славе и величии в Сыне Своем, который точно воссядет на престоле славы и отделит одних людей от других, одних поставит справа, от себя других слева. «Князья народов собрались к Богу». Читаем далее. То есть князья – это как бы лучшие из людей. «Князья народов собрались к Богу». Авраама. Бог называется здесь Богом Авраама. Почему? Потому что, когда Авраам начинает свой путь к Богу, Авраам в то время был, собственно говоря, в некотором смысле единственным человеком, который знал единого Бога. Конечно, кроме Авраама был малкий цедок, Мельхаседек, царь Салима, который называется священником Бога Всевышнего, но это таинственная личность, таинственная фигура. А в целом Авраам начинает свое служение среди князей народов, которые тогда еще не пришли к Богу. А в результате этого служения князья народов собрались к Богу Авраама. То есть при жизни Авраама этого как бы не было. А потом люди все-таки поняли, что истинный Бог – это не Бог философов, а это Бог Авраама, Исаака, Иакова, этих простых людей-пастухов, которые собеседовали с Творцом Вселенной. Ибо мощные, мощные имеется в виду избранники, мощные избранники Божие на земле весьма превознесены. То есть сила Божия, она проявляется в служении рабов Божиих, которые совершают свое служение, порой как бы в уничижении. Ну а кем был Авраам? Он был пастухом, да, у него были какие-то богатства, но с точки зрения реальных правителей тогдашнего мира он был бедным человеком. Но он был могучим перед Богом, потому что он поверил Богу, когда Бог призвал его и сказал «Лэх-Лэха». Что такое «Лэх-Лэха»? «Иди себе», «Иди к себе». Эта фраза очень неопределенная. Это начало 12 главы книги «Бытия». И Бог не сказал, куда он ведет Авраама. Он ничего не сказал про эту землю, про Палестину. Он просто сказал «Иди», и Авраам, без всякого сомнения, порфул. Хотя он не знал, куда он идет. И вот всю свою жизнь он странствовал, являя мощь веры, могущество веры. То есть такое было упование на Бога, поэтому он превознесен. Сказано здесь, что избранники Божии, они могучие, они крепкие, и они весьма превознесены в глазах Бога над всей землею. Например, когда Бог сказал Аврааму, что надо принести в жертву Исаака, Авраам сказал своим людям, вы останетесь здесь, а я и сын мой, мы пойдем и мы вернемся. Почему Авраам сказал, мы вернемся? Ведь он поднимался на гору, чтобы принести в жертву Исаака, но ему уже было откровение, что они вернутся. Он не понимал, как, потому что он шел с твердым намерением принести во всесожжение Исаака. Но он принимал каждое слово Божие, пророческое, которое касалось его сознания, и верил и в то, что он принесет в жертву Исаака, и в то, что этой жертвой может и не быть. И вот неопределенность как бы даже Божьих повелений, лэх-лэха, то ли иди куда-то, то ли иди познай себя, то ли иди и обрати этот мир в единобожие, то есть несколько смыслов. Но покорность перед Богом, она осуществлялась без каких-то длительных рассуждений, таких самофантазий. Бог сказал, а пророк сделал.